Задумывались ли вы о том, что происходит с заброшенными и покинутыми поселениями? По какой причине люди оставляют свои дома? И сколько еще забытых и брошенных мест на нашей планете? С каждым годом в России растет число поселений, где больше не живут люди. Большинство опустевших сел находятся в труднодоступных местах. Добраться туда можно только пешком, а бытовые условия настолько тяжелы, что жизнь там кажется невозможной. Всем доброго времени, друзья. Нахожусь в высокогорном селе Куруш. Это мое очередное путешествие. Мы направляемся в заброшенный аул далеко, высоко в горах Куруша. Обязательно все это буду снимать, сопровождать видео, роликами и делиться с вами. На юге Дагестана, в Ахтынском районе, насчитывается около 17 заброшенных аулов. Основной отток населения здесь произошел в 50-е годы прошлого века. Люди не всегда оставляли свои дома по своему желанию. В годы Советов партийное руководство считало, что в замкнутых условиях невозможно нормально развиваться. Поэтому жителей принуждали к переселению. К одному из самых труднодоступных заброшенных аулов. В аул Ихир Ахтынского района мы направились. Правным пунктом к намеченной цели является высокогорное село Куруш, до которого можно добраться на автомобиле. Далее только пешком. Дорога из Махачкалы занимает около 5 часов. До села Усухчай покрытие дороги идеальное. Далее приготовьтесь к трудному подъему по бездорожью. Которое часто усугубляется туманом, что является причиной плохой видимости дороги. Село Куруш не только самое южное в России, но и самое высокогорное в Европе. Здесь в зоне альпийских лугов уже не растут деревья. Местные жители лесгины в основном занимаются животноводством, изготавливают сыр, сушеное мясо, творог. На первый взгляд, жизнь в горах похожа больше на выживание. Борьбу с непогодой, дефицитом ресурсов, трудным рельефом. Однако, люди, привыкшие к такой жизни, ни за что на свете не променяют ее на жизнь в городе. Упаковали наши вещи, такие вот хурджины. Берем с собой лошадь, потому что туда идти почти километра 15. Очень холодно здесь, видимо, к слову. К примеру, внизу, в районе Усухчай, вчера днем была погода 18 градусов тепла. Приехал, поднялся сюда, погода опустилась, точнее, температура снизилась до плюс двух. Утром был минус. Все в Инии, машина в Инии, все в Инии, холодно прям. Надеюсь, сейчас солнце поднялось, что будет тепло огнем хотя бы. В общем, отметились мы в пограничной заставе. Здесь обязательно нужно отметиться, что мы едем в определенный населенный пункт. И все, поехали дальше. Так, все, мы приехали. Нам здесь оставили лошадь. Будем сейчас на лошади идти дальше в направлении заброшенного аула Ихир. Там же по дороге нашли месторождение золота. Посмотрим, а вдруг что туда найдем. Вот такая вот лошадка. Как ее зовут хоть? Худан. Красавчик. Красавчик. Вот так вот. Дальше уже на машине ехать смысла нету, поэтому оставляем ее здесь рядом с заставой. Ну что, мы при полном параде. И направляемся в сторону нашей цели по этим горным тропам, ущельям, перевалам. Даже несмотря на то, что на улице несмотря на то, что светит солнце, очень холодно. Я предполагаю, где около 2 градусов тепла. Утром был вообще дубак. Сейчас более-менее, но все равно прохладно. Я представляю, что будет ночью. Поднялись, в общем, на один холмик. Достаточно такой... С хорошим перепадом. Сейчас нам осталось преодолеть следующий холмик. Сейчас я вам покажу. Вот, туда подняться, потом спуститься вниз, потом вроде бы еще раз подняться. Вот, в общем, где-то здесь, рядом граница с Азербайджаном. Точнее, сам Азербайджан уже за теми горами. Кое-кто уже пересел на более комфортабельное авто. Вот. А мы своими ножочками, своими ножочками городскими. Классно. Становится очень жарко. Видимо, солнце уже поднимается. Наверх. Я буду, не знаю, снять мне куртку или оставить. Потому что я сейчас вспотел немного. И может продуть. Ладно, оставленное, я вам скажу, решил. А здесь, оказывается, раньше при Советском Союзе жили геологи. У них тут домики свои есть, добывали золото. Потом эту всю компанию развернули. Камни тоже есть какие-то интересные, золотистые. Поэтому, скорее всего, здесь действительно где-то есть золото. Сейчас Товикиль покажет это место мне, посмотрим, действительно ли здесь есть золото или нету. Здесь где-то есть, да, Товикиль? Ух ты, неужели мы найдем золото? Сейчас я вам покажу, что тут золото. Так, здесь, видимо, блестяшки. Видите, вот это все побжескивает. Это все золото. Тут реально в 20 веке, когда, вот смотрите, вот здесь есть золото, друзья. Если это все обработать, да, если обработать, можно получить определенное количество золота. Пусть будет не чистого, но это тоже ценно. Смотрите. Да, и все это у нас в Дагестане, в горах. Посмотрите, откуда мы можем употребляться. Так, Товикиль добывают нам золото. Я надеюсь, на камеру видно. Вот смотрите, вот поблескивает. У нас здесь в грунте прям. Сейчас они грязные, еще почистить надо. Да, это все надо почистить. Вот здесь валы. Ух ты. Смотрите, ребята. Вот он. Золотой кусок. Вот. Ребята, сколько здесь золота. Вау, Товикиль. На обратном пути мы здесь. Вау. 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 Это все золото. Вот. Ребята, смотрите сюда. Да, это все золото. Поблескивает. Что? Такое темное. Что, шелтовики. Смотрите. Такого добра здесь вала. Ребята, в общем, пока у нас не началась золотая лихорадка, мы решили пойти дальше к запланированной цели. Оставили здесь пару таких больших камней, где наиболее количество золотого напыления. И на обратном пути заберем. Все, идем дальше. В сторону заброшенного села. Посмотрим достопримечательности. Поснимаем немного. Остаемся там с ночевкой. В общем, все увидите сами. Друзья, вот и добрели мы до геолога. До домиков геологов, которые когда-то здесь добывали золото. Вот такой домик они себе построили. Сейчас посмотрим, что у них там есть. Поблизости здесь еще они добывали также золото. Не знаю, будем мы смотреть эти места или нет. Где-то там внизу. И вот как разрячка тоже есть. Сразу омывать, чистить. О, у них тут летняя веранда. Я смотрю, здесь есть, да? Аккуратненько. А домик открытый, интересно? Да. Давай посмотрим, что там внутри. Тут даже путник может переночевать, да? Если заблудится. В принципе, хорошее место. Почему бы и нет? Укрытие. Ночлег. Ух ты, тревики. Смотри, стол. Топчан такой. Уютненько, аккуратненько, чистенько. Может, мы здесь останемся, а не в селе. Классно даже? Одежда чья-то. Так, еще какое-то помещение здесь есть. Скорее всего, столовая, наверное, да? У них была местная здесь. Вот как раз нам баклажки нужны. Нету, да, баклажки? Нету, да, баклажки. Хотя бы одну. Посмотрите, кто перед нами открылся во всей своей красе. Это же красавец Шабуздак. Вот он. Это, по-моему, его южные склоны. Уже больше полон на пути прошли. Надеюсь, скоро мы прибудем к месту назначения. Теперь я понимаю, почему села Ищерб люди переселились. Тут просто невозможно. Такая тропа узенькая. Чтобы сюда подняться, преодолели очень такой труднодоступный склончик. Вот он, позади остался домик геологов. Там внизу поднялись по тому хребту. Сейчас, по большому счету, по идее, за тем склоном у нас спуск. И мы должны уже скоро прийти. То самое заброшенное, потянутое село. Посмотрите, какая красота. Тут уже Лакский район, Куринский, виден, да? Вот он, весь Дагестан. Где по Баку? По Баку. Там где-то, а, вот эта пермедальная вершина, да? Ух ты! В августе я там был, кстати. Так, Твекель, нам что еще? Куда осталось? Далеко еще идти? Там внизу, да? Так. Смотрите, куда мы спустились. Такое ущелье. Вот там это заброшенное село. Под горой прям. Туда идти, идти, честное слово. Вы знаете, в нашем случае, что самое неприятное? Что завтра-то на обратном пути отсюда же подниматься надо. Это такой подъем просто невероятный. Ребят, идем. Уже, наверное, почти больше четырех часов. Оказалось очень далеким местом от Курша. Я думаю, идти нам где-то еще около часа. На склоне вот той горы, заброшенное село. Почти подошли к этому заброшенному поселению. У меня единственный один вопрос. Просто объясните мне, как людей угораздило поселиться здесь? И это же просто... Я в шоке. Вот уже там виднеется строение. Села Ихир. Или Ихир. Вот сейчас поближе подойду. И покажу в деталях. Еще немного. Еще немного. И мы подойдем. О, вот это село. Остались одни руины. А когда-то, каких-то 100-150 лет назад, здесь жили люди. У них был свой быт, свое хозяйство. Ну, Твикиль, что скажешь? Печальное зрелище. Печальное зрелище, как разрушаются целые города. Целые села, поселения. Сейчас найдем место для нашего лагеря. Мы здесь оставляемся с ночевкой. В палатках. Потом походим, погуляем. Еще немного постимаю. Многие, наверное, скажут, зачем это нужно? Столько сил. Сколько идти, поход, страдания и так далее. Вы глубоко ошибаетесь. Вы знаете, это отдельное наслаждение, отдельный вид досуга. Кто-то любит в городе кальян покурить, а кто-то любит вот так вот многодневные дальние походы делать. Конечно, чтобы получать наслаждение от этих походов, надо быть физически подготовленным. Вот как наш друг Твикиль. Постоянно поддерживает форму, живет в горах. А если не имеет форму, естественно, вы будете страдать. Вам будет каждый шаг доставаться через боль. Сейчас пойдем обследуем это село. Посмотрим, что там вообще сохранилось. Викки, что это делается? Родник выкапываешь. Родник выкапываешь? А что там, под землей вода есть? Да. Вот, и что с нами. Скоро помните, а мы верим, друзья, что есть. Ёх ты. Это кое-то, зелая. Лайфхак для тех, кто вдруг в горах не может найти воду, обнаружить ручеек. Вот, вот так вот можно сделать небольшое углубление, и там будет накапливаться чистая вода подземная. Вот мы сделали в одном месте. Раз. Уже смотрите, пять минут не прошло, когда наполнилось. И втором месте. Даже чтобы попасть в село, опять нужно куда-то подниматься. Вау, здесь кто-то живет! Вот в этом доме местный житель, мы нашли местного жителя! Гости, приходи, чаем напоем! Таким образом здесь была кладка, а наверху, не знаю, что это, смесь из чего-то. То ли из цемента раствор, то ли из самана, непонятно. Смотрите, кладка, 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 и похоже даже, что это глина. Вот окно. Сюда можно было наблюдать за этими красотами. Кстати, хороший вид был. Кстати, где-то здесь должны быть сторожевые башни, как это было принято в Дагестане, в поселках, селениях Дагестана, аулах Дагестана, потому что без сторожевых башен они бы могли проморгать. Уразовское войско. Посмотрите, какое красивое место. Ущелье между гор. Нет практически ветра. С красивым таким обзорным видом на гору. Вот какая кладка была раньше. Посмотрите, как иначе строили дома. Из какого материала, из какого кирпича. Это все было добыто прямо в земле. Походу, хороший здесь дом. Даже может быть какая-то мечеть здесь, да, была, Тавикель? Это не мечеть случайно? Мечеть, да? Смотрите, прямо здесь в скалах возводили дома. Вот арка такая, в полуразрушенном состоянии. Видите, сохранилась до сих пор. Сейчас делают из цемента и непонятно, сколько выдерживают раствор современного строителя. Так, зайдем, посмотрим, что у нас мечеть внутри. Посмотрите, как они все строили. Криво, косо. И это была такая тактика, такая манера строить. Здесь вот так идут, потом ровно, потом внизу опять вот так. И, естественно, умельцы, кто понимает в этом деле, почему так строили? Почему так строили? Видите, вот так наискосок, потом ровно. Так, направляемся еще выше на верхнюю улицу. Да, именно так, чтобы вы понимали, это все улицы. Нижняя улица, верхняя улица. Мелкие тропы. Это все улица. Интересный момент нашел Товикиль. Смотрите, вот такой заброшенный дом, точнее разрушенный дом, полуразрушенный. И сюда, здесь от стены выбирает какой-то камень. Вот он. И у нас, соответственно, назрел вопрос. Точнее, у Товикиля, он-то знает, для чего этот камень? Как вы думаете, столообразный он, я не знаю. Для чего он предназначен? А здесь, судя по всему, было кладбище у Ихырцев. Вот там камни вижу я, на могильные. Вот здесь вот много могил. Там вижу какой-то большой, большой на могильный камень. Мне вот удивительно, на могильные камни и ни одной записи. Кто похоронен, когда, просто камни и все. Сейчас пойдем дальше, вот там есть побольше. Может, там есть какие-то надписи. Вот, что-то нашли. Тут на арабской вязи что-то написано. На этом камне. Вот. Может быть, кто-то узнает могилу своего Балийского. Да, могила хорошо сохранилась. Тоже арабской вязи, видимо. Дата, кто здесь похоронен, когда похоронен, чей сын и так далее. И здесь тоже. Калитет арабской вязи что-то написано. Единственная надпись на русском языке. В 43-м году похоронен человек. Написано. Лась-и, да? Эл это? Да, Лась-и. Или не знаю, может, ошибаюсь. В общем, раньше людей просто хорнили, видите? Никаких памятников и так далее. Похоронил, поставил камень. Такая была традиция у ихерцев. Ихерцев. Музыка. 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 Оттягивайся, друзья мои, в горы. Оставьте ваши споры в душных квартирах, друзья мои. Это совет от лучшего гида Дагестан. Имейте в виду, вот такой вот чай на травах. На травах, точнее. У меня уже язык переплетается. Вот такая вот красота. Здесь горы заснеженные. Ух, красотень, просто красотень. Кстати, самое главное я не сказал. Здесь, оказывается, обитают медведи, друзья. И это очень опасно на самом деле. Поэтому мы как бы... Да, надо иметься, было. Где? Где? У нас есть это дружье, да. На всякий случай взяли, потому что это горы. Кто знает, что здесь может быть. Как-то так. Надеюсь, мешание нам не попадется. Собрали палатку. Такая вот двухместная палатка. Потому что уже скоро вечереет. Вот. В принципе, мы вдвоем спокойно поместимся здесь. И трое спать. Да, мы, кстати, в этой палатке втроем, когда шли на восхождение на Эль, на Казбек, спали здесь втроем. Было, конечно, тесно, но как-то поместились. Ух, ребята, вечереет в горах. Становится прохладно, прям нетерпимо. Надел куртку, перчаточки. Тавитиль пошел выше в горы. Хочет поймать дичь. Только никому не говорите, ребята. Чтобы нам на ужин приготовить соус. Палатка наша готова. Вот мои вещи. Спальник, в общем, надувной матрас. Все как положено. Надеюсь, мы не замерзнем, потому что, ну, реально, вы понимаете, горы. Очень холодно. Здесь будет ночью под утро, вообще, наверное, минус 10. Все, если не больше. Если не меньше, точнее. Да. В общем, ребятушки, полная тьма. Звезды на небе горят, вам ничего не видно. Очень холодно. Я бы, наверное, где-то думаю, минус 5, минус 7. Да, Тавитиль? Как ты считаешь? Ну, да. Такой дубочок нормально, но мы, в принципе, были готовы к этому. Оделись нормально. Тем более, у нас и спальники тоже рассчитаны на такую температуру. Сейчас пьем чай. Ужинать будем мы? Да. Поужинаем. Ложимся спать. Завтра утром. В общем, идем обратно. Ну что, вот наш ужин. Самых лучших традиций охотников. Доширак. Сейчас он будет кстати. Сейчас вот залили воду кипяченую. Настоится и кушаем. А в палатке, конечно, гораздо теплее. Тебяки. Друзья, на этой оптимистической и приятной нотке мы заканчиваем наш первый день. Так что, Доширак. Спим. И завтра увидимся. Сегодня, по неофициальным данным, на территории Южного Дагестана насчитывается около 50 заброшенных сел. Если в ближайшее время не принять меры по их восстановлению, то скоро эти села могут исчезнуть с лица земли. И село Ихир тому подтверждение. Ну что, доброе утро, страна. Все, кто меня смотрит, проснулись. Сейчас быстренько позавтракаем. Спалось, как вам сказать. Не сказать, что прям очень хорошо. Ну так, средненько. Постоянно ворочался. Болели колени. И холодно не было, кстати. Ну, может, за то, что у меня спальник хороший. Вот. Постоянно какие-то звуки там. Вой волка. Лошадь прыгала здесь. Постоянно в ожидании там чего-то плохого, что ли. Ну и нормально. Нормально все прошло. Краски утренние прям рассвет. Великолепно, шикарно все. Да, сейчас завтракаем. И в обратный путь. К золоту. Тевикиль, один хороший, такой горный, бомбический чай сделай нам, пожалуйста, на травах. Получится? И на травах, че я говорю, даже в голове. Все смешалось. И на травах. Просто хороший, бомбический, горный чай. Горного родника. Из родниковой воды, которую ты сейчас только что набрал. Лучший чай, чай заваренный в горах. Да, да. А почему? Потому что ты здесь устаешь, пока ходишь во время крекинга. И чай становится прям блаженством после активного проведения времени. Так. В общем, допиваем чай. Я уже собрал свою палатку. Не палатку, а спальник. Потом коврик. В принципе, все вещи мне собрано. Собираем палатку. И в путь. У нас будет очень тяжелый обратный путь домой. Потому что вчера, когда мы спускались, я видел этот склон, по которому мы спускались. Это просто отшиб башки. Будет сложно. Будет трудно. Будем, наверное, больше по времени идти, чем вчера. Но я думаю, мы не справимся еще. Так что как-то так. Хоба! Вот, в принципе, и все. Наши приключения подходят к концу. Точнее, для нас еще нет. Потому что нам еще придется преодолевать трудный, тяжелый путь. Снимать, наверное, я особо не буду. Не знаю, посмотрим. Потому что очень, ну, на самом деле, склон будет большой. Идти будет трудно. Не хочу отвлекаться на съемки. Так что как-то вот так. Идти будет трудно. Продолжение следует...